Быть христианином в России совсем нелегко, тем более даже с малюсеньким знаком протеста. На плаху потащит епископ, насадит на кол, но чаще эти казни, увы, посылаются вместе. И может подумать глухой и слепой обыватель, чего не хватало им, церкви всегда же открыты. Так судят, в ком совесть и сердце подваты, кому идеал туалет, телевизор корыто. Имеющиеся тени пустых при пустых обвинений, крадутся за теми, кто Библию взять вдруг посмел. Патриотизмом утрутся со стервенением, зарядят на входе у храма святой самострел. Не просто решиться семейно узо расторгнуть, против течения выстоять к берегу выгрести. А стая шальная попов из вечерних портов, вчерашних порторгов, плюют на святыню и гасят похлеще, чем в извести. Всегда абсолютно во всем отвергать притязания, монашеских сказок и стонких видений во сне. А сленку, увы, не к лозе, к белине привязали. Приходится ныне пустыням в исламе краснеть. Под уши поборы с бесстыдством берут с прихожан, а они же пленены привязанностью к человеку. А если бы к Библии их приучили и ее уважать, спасения в попах не искать, а в христовой опеке. Заступники тьмы, бестолковые, злющие бабки, из храма толкают и бьют костылем по спине. В тупых головах перевернутых горькое сделалось сладким. Непьющие могут в слепом фанатизме пьянеть. Ивангельская вера, как жупелом поп их пугает. Грозится причастие всех непокорных лишить. С крестовым походом, не с крестным залет на поганых, и гнет под кривой патриарши Аршин. И все же, насколько вернее успешней тому устоять, кто полностью сможет доверить Творцу Иегове. Авторитет безграничный, нечего пятиться вспять. Толпа попирает их грязь, и кресты им готовят. 10 января 2006 года